Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, вернемся к нашему Мишкану, к Святилищу. Попробуем еще раз выяснить, для чего Тора в четырех главах, Тора, которая каждое слово выверено, которая о строительстве вековых вещей говорит одним-двумя словами, а Святилище нам рассказывает буквально четвертым подряд постаряясь. Почему? Потому что это и самое главное. Самое главное, чтобы человек построил вот это Святилище в себе. Потому что все остальные разговоры о том, что перекрывать реки, это все потом. Это не имеет отношения к тому, для чего человек пришел в этот мир. Почему Тора все время говорит о том, что надо иметь островок святости, какое-то место, которое является священным для человека, где он может сверять, где он может проверять себя. Потому что люди, они... Обычный человек, он еще более-менее иногда умный. Но когда толпа, когда много, все пропадает уже. Смотрите, все это происходит в наше время. Когда... Сколько евреев вообще создавали золотого телеса и участвовали в этом? Около трех тысяч человек. Трех тысяч из огромной толпы. Получается, что малюсенькая, но очень активная, знаете, такая мегаактивная группа, всего в три тысячи человек, явилась причиной падения целого народа. А где были остальные, спросят все. Ну как это? Ну ты... Действительно, смотрите, неохотно люди участвовали. Там три тысячи пошло, все остальные смотрели, но они такие активные. Такие, знаете, крикуны. Так красиво все говорят. Так объясняют все. Что потом, когда телец уже сделан, то, что происходит в наше время, когда уже произошло что-то, какая-то система, пусть тысячу раз несправедливая, устанавливается в том или ином государстве, дальше люди идут за ней, потому что все телевизоры, все радио, все-все говорится. Таким образом, если телец уже существует какой-то, в какой-то определенном стране, всегда находятся люди, которые следуют за ним. Да, они без энтузиазма, да, они скажут потом, что не очень. Но именно в этом случае построение какой-то духовного ориентира, компаса становится абсолютно номер один задачей. И написано, я буду пребывать среди них. То есть, Бог говорит, смотри, я знаю, что вы понастроите толпой, но я не об этом с вами говорю. У себя внутри, свой храм, вот в нем я буду пребывать, встрою его. И обратите внимание, если у человека все хорошо, если у человека нет никаких проблем, он обычно не ходит, не спрашивает, за что у него такая хорошая жизнь, почему у меня все хорошо. Нет, он спрашивает, когда, не дай бог, все плохо. И поэтому написано, что именно в приходу Машеха, это будет время страдания и тревог. Для чего? Почему Бог хочет, вот время Машеха, что, издевается, что ли? Совсем нет. Он понимает просто, что только во время страдания и тревоги человек, такая, так устроен вот этот человек, да, что до него не достучишься в хорошее время. Вот теперь, как написано, во время страданий и тревоги у него появится возможность задуматься о своей душе. Потому что кто, кто задумывается о своей душе во всем, когда все хорошо? Вообще написано, очень много страданий люди не могут избежать. 10 страданий каббала, говорит, частных, происходит с каждой душой в течение жизни. И связано оно в основном с прошлыми перерождениями. И надо просто проходить эти испытания, ничего тут сделать нельзя. Сейчас модно стало вот эта депрессия. Все говорят, это не депрессия, это просто название. В наши дни это распространено, да? Антидепрессанты многие пьют, особенно в такие времена. Но на самом деле, пишут мудрецы, что это все в человеке происходит, когда душа пытается донести до человека ту или иную, что я существую, поговори со мной, обрати. А он на нее не обращает внимания, и диалог с душой не получается. И поэтому человек не может увидеть внутреннюю всю картину, которая у него внутри, и так же происходит. Вообще человек не знает себя. 36 праведников, написано, живут на земле. Каждый раз, без этого мир не может существовать. И что интересно, написано, что есть много людей в мире, которые не знают о том, что они, скажем так, входят в эту группу. А есть такие, которые, наоборот, считают себя праведниками, а на самом деле есть большая проблема. И именно теперь вот разговор о святилище связан с тем, что нам надо задуматься о своей душе. Чтобы Бог не посылал нам неприятности, нам нужно самим, самим начать думать о своей душе. И очень, почему, помните, пол шекеля давали рассказываться в этой недельной главе? Очень многие люди проживают жизнь, не замечая своей души, кстати. Пол шекеля давали, потому что важен каждый человек. Вот сейчас каждый, кто сидит и слушает урок, он может думать, что он уже такой, или такой, или такой. На самом деле, Бог ему говорит, что он не просто важен, а без тебя вот эта картина мира не получается. Каждый важен. Ты важен, я важен, все важны. Мы все в одинаковой степени важны для Бога. Потому что он построил картину мира. Если мы находимся на земле, у нас есть миссия. Хотим мы этого или не хотим. Понимаем мы это или не понимаем. И вот это осознание своей важности. Да, я абсолютно важен. Я, ты, все мы настолько важны Богу, что он держит нас на земле. И в картине мира мы участвуем. Вот в этой мозаике мира мы участвуем. Просто он хочет, чтобы вот эта мозаика сыграла свою роль до конца. И пусть каждый почувствует себя, ну, как бы, поднявшимся духовно. И тогда многое очень поменяется. Мир меняется не потому, что меняются страны, континенты, властители. Мир меняется, когда меняемся мы с вами. Поэтому о мешкане говорится раз, два, три, четыре. Потому что человеку надо повторять много раз. Брахава от слуха. Строительство нам хорошего мешкана. И чтобы наш дом был настоящий, понравился Богу. Брахава от слуха.